Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Слово – звук, живущий долей секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, поищи эти звуковые волны. Слово – почти нематериальное явление. Кажется, и говорит-то не о чем, но слово-то, что уподобляет человека его создателю, самого спасителя мы называем божественным словом. Творческим словом Господь создал из небытия наш прекрасный мир, космос, как называли его греки. Это значит красота. Но и человеческое слово обладает творческой силой и воздействует на окружающую нас действительность. Слова, которые мы произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность. А наши сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой мы живем. Наше слово может содействовать Божьему замыслу о мире и о человеке, а может и противоречить ему. Церковь всегда призывает не только своих чад, но и всех людей быть внимательными к словам и особенно предостерегает от греха сквернословия. Вот как об этом учит апостол Павел в его послании к Ефесиным, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас. В другом бесте своего послания настаивает он». Это послание также к Ефесиным, 5 глава, 3 стих. И не случайно апостол Павел называет эти слова гнилыми. Святые отцы говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие же или так называемый мат по своей тематике относится к блуду и смердит. Хотя не все это ощущают. Придышались. И что удивительного? Запах только что съеденного лука или даже котлеты сразу же стараются приглушить жевательной резинкой. Запах у пота с помощью какого-то снадобья из болочка вообще перекрыли дорогу наружу, чтобы как-нибудь не запахнуть на людях. Туалетную бумагу стали делать с фруктовыми одушками. А вот духовного зловония, от матерщины совершенно не чувствуем. И даже женщины, и даже девушки. Есть такое тропическое растение – скопелия. Его цветы – само совершенство формы и цвета. Но невероятно. от палево-оранжевых светящихся лепестков исходит запах гниющего, разлагающегося мяса. И вот когда из прекрасных женских уст вылетает матерная брань, я всегда вспоминаю оранжерею, нежные восковые лепестки и страшное зловоние над ними. Вспоминаю и опять недоумеваю. Зачем было укладывать в модную прическу волосы, подбирать фасон и расцветку костюма или платья, подправлять какие-то изъяны на лице, чтобы потом оттолкнуть от себя ураганом грязных слов. Ведь речь наиболее ярко обнаруживает нас, позволяет окружающим увидеть наше истинное лицо. Заговори, чтобы я увидел тебя. Это изречение принадлежит Сократу, мудрейшему из древних греков. Женщина с грубой лексикой может выглядеть привлекательно, только когда она молчит, как цветок с капельей за стеклом. К великому сожалению, обыденность и распространенность этого греха сквернословия почти узаконила его. И мало кто из матерщинников задумывается, какая беда для общества и для каждого из нас заложена в матерной брани. Мискические корни этого явления уходят в глубокую языческую древность. Люди до христианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть двояким. Демоны либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное сегодня можно наблюдать в начале драки в африканских племенах, когда противники, делая свирепые гримасы, кричат друг другу о своей жестокости, о своей гневленности, невменяемости, о готовности позволить себе то или иное гнусное поведение. То есть, каждый из них пытается предать себе в глазах другого как можно больше скверности. Для страха или от страха. Но и призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одерживость, свою готовность к общению с ним. Таким образом, мат является средством связи с демоническими силами. Таковым он и остается. его относят к инфернальной, то есть демонической, адской лексике. Через скверные слова человек сам отдает себя в руки беса, становится одержимым, хотя часто внешне нормальным. Некоторые, наверное, знают, что избавиться от привычной матерной брани труднее, чем от курения. Годы и годы люди приходят с этим грехом на исповедь, пока, может быть, милостью Божией не освободятся от него. А вот в медицинской практике известно следующее явление. Парализованный человек, у которого полностью отсутствует речь, не в силах выговорить ни да, ни нет, но может, тем не менее, совершенно свободно произносить целое выражение, состоящее из непечатной брани. Явление необычное, но встречающееся. Мне самому дважды доводилось сталкиваться с подобным. И вот каким образом. Несколько лет назад мне пришлось побывать в гостях у знакомых. Их соседом на верхнем этаже был парализованный мужчина. Почти недвижимый. Он мог лишь слегка шевелить одной рукой. Каждый день родственники выносили его на улицу. И, подложив дощечку, укладывали у подъезда или усаживали, прислонив к дереву. Что ж, дома в четырех стенах больному было, конечно, скучно. И как-то раз поведали мне знакомые, стоя возле своего подъезда, мы вдруг услышали громкую брань. Через несколько секунд она повторилась. Потом еще. Это было странно. Мы оглянулись. Улица была пуста, у подъезда никого. Только больной сосед лежал на своей дощечке. Выражение его лица было, как всегда, неопределенно. Но ведь не послышала жена, от кого могла исходить эта брань, подумали мы. Тут подошла жена болящего. Она и объяснила, что паралитик часто произносит эту непристойную фразу. Причем только ее. Зато четко и внятно, как здоровый. Произносит с различными интонациями. Этой фразой он выражает просьбу, гнев, недовольство, жалобу. Ей уже здоровается с проходящими и сообщает им о самочувствии. Когда ему что-нибудь нужно, он повторяет ее, не переставая, кричит, пока не услышит, не услышит в доме. В тот вечер мне пришлось самому в этом убедиться. Благо, стены многих домов не нуждаются в прослушивающих устройствах. Второй раз с похожим служащим я столкнулся в сельской местности. Мне необходимо было узнать один адрес, и, чтобы навести справки, я постучал в дверь первого попавшегося дома. Изнутри послушался какой-то звук, и я, знакомый с деревенскими обычаями, без лишних церемоний переступил порог застекленной терраски. Немедленно раздалась громкая брань. Я оглянулся, и, увидев человека, сидевшего в глубоком, старом кресте в углу терраски, сделал шаг в его сторону, желая объяснить, что я не вор. Но тот опять выкрикнул непристойное выражение, причем несколько раз подряд. При этом интонация его голоса вовсе не соответствовала в словах. «Было впечатление, что мужчина кого-то зовет. Долго раздумывать на эту тему мне не пришлось, так как на терраску вышла хозяйка. Она поздоровалась и сразу же принялась извиняться за мужнию нубрань. Вы нас простите. Так уж вышло, что у него после инсульта вся речь отнялась, а эти слова остались. И теперь он только и может что ругаться. Уж как мы измучились. И перед соседями стыдно». Странность такого явления говорит о многом. Получается, что так называемый мат, видимо, проходит по совершенно иным нервным цепочкам, чем остальная речь. «Небес ли, используя греховный навык человека, оказывает ему такое благодеяние, демонстрируя тем самым свою власть над частично омертвевшим телом?» Что же будет после смерти? Власть демона станет полной и окончательной. Одну девушку после выцерковления очень интересовала судьба ее умершей бабушки. Дело в том, что бабушка была верующей, ходила в церковь, молилась, постилась. И девушка была убеждена в том, что ее благочестивая бабушка находится в раю. Но ей хотелось удостовериться в существовании рая. Поэтому девушка молилась и просила Господа как-то открыть ей, как там ее бабушка. Однажды бабушка приснилась ей и сказала, что находится в аду, потому что при жизни, хотя и ходила в церковь, молилась и постилась, но часто ругалась скверными словами. Конечно, у далекого от веры в Бога человека последний рассказ может вызвать улыбку. Но незавидна судьба сквернослова. И церковь предупреждает, что злоречивое царство Божие не наследует. Это первое послание апостола Павла Коринфянам, 6 глава, 10 стих. А в Евангелии от Матфея в 12 главе 37 стих Спаситель говорит «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Субтитры создавал DimaTorzok